Финальные соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди допризывной молодежи прошли в Славянском районе. За победу приехали побороться 22 команды со всего края. Кто оказался самым метким, узнали наши корреспонденты. Соревнования проходили на базе Славянского электротехнологического техникума. Участников финального этапа состязаний поприветствовал начальник управления образования Олег Сентищев. Мы, городы, тем, что мы довели проведение этих соревнований, не постараемся организовать ваше пребывание здесь максимально комфортно. Стрелковые виды сборка в крае у нас развиваются уже порядка 10 лет. Если в 2010 году количество участников соревнований составляло 40 человек, то в 2013 году это уже около 1000. На сегодняшний день это количество переварило за 2500 участников. Эти соревнования составляют не только достижение каких-то высоких спортивных результатов, но и вносят серьезный вклад в развитие патриотического воспитания до призыва на их молодежь. В сегодняшних соревнованиях я вам желаю настоящего спортивного массажа, серьезных и сильных соперников, справедливых побед и пусть победить сильнейший. В финальных соревнованиях встретились 22 сильнейшие команды края. 13 команд представляли школы, 9 команд – учреждения среднего профессионального образования. «Готовились мы хорошо, боевой настрой. Стреляем у себя дома, со своими техниками. Надеемся, что стены нам поможут, это нам все роднее. И готовились мы тоже в этом же зале. Я думаю, мы победим». Участие в соревнованиях по пулевой стрельбе – это не только возможность продемонстрировать свою меткость, умение работать в команде, но и хорошая подготовка к службе в армии, уверены организаторы состязаний. «Огневая подготовка является одним из основных предметов в вооруженных силах Российской Федерации, наряду с такими, как тактическая подготовка, эксплуатация боевой техники, физическая подготовка. Для ребят это здоровье, это внимательность, это владение собой, конечно. Ну и стрельба не только, как говорится, спорт и боевая подготовка, но еще и отдых, который можно использовать, использовать для собственного здоровья и, естественно, наших допризывников для подготовки службы в армии». Каждому участнику соревнований давалось 2 минуты на пробные выстрелы и 5 минут на зачетную стрельбу. «Приготовиться! Нарежать!» Точность выстрелов проверяла судейская коллегия. Баллы, набранные каждым участником, шли в общую копилку достижений команды. Ребята максимально ответственно подошли к соревнованиям. Каждому хотелось победить. «Приехали с Канюцкого района, Косновский край. Ну, готовились, как и все, в принципе, в тир ездили, стреляли, настреливались. Ну, готовились довольно долго, неделю-две. Конечно, едем за победой, как бы участие нас не устраивает. Всегда лучше побеждать, чем просто посмотреть, как люди выиграют». Ребята из Каневского района приехали побеждать, и им это удалось. Обе их команды – школьников и студентов – заняли первые места. Победителям вручили кубки и медали. Славянская команда осталась без наград. Нашим ребятам в этот раз не удалось даже войти в тройку лидеров. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».